Еще на 3% увеличил свой отрыв от Ле Пен кандидат президента Франции Эммануэль Макрон. И сейчас его рейтинг 62%. О последнем дне предвыборной гонки расскажет Елена Абрамович. Селфи и рукопожатие с избирателями. Так выглядит последняя публичная прогулка перед выборами Эммануэля Макрона. А вот так встречает его соперницу Марин Ле Пен. Приятным бонусом в последний день кампании для Макрона стали результаты соцопросов. После дебатов его рейтинги улучшились. Но Ле Пен не теряет надежды. Думаю, победа находится в пределах досягаемости. СМИ делают вид, что социальный гнев не существует в нашей стране. Но это станет очевидным для всех в это воскресенье. Снизить пенсионный возраст, выдворить мигрантов и решить проблему с безработицей. Таковы обещания Ле Пен. А еще вывести страну из Евросоюза. Ее называют самой видной фигурой среди правых в Европе. Но победить националистке не удастся, убежден ее соперник. Вспомните 2002 год. Жак Ширак в первом туре набрал менее 20% и выиграл выборы с поддержкой 80%. Это классическое правило второго тура. В первом люди выбирают, а во втором ликвидируют. Приходится выбирать меньшее из двух зол, подтверждают французы. Мы, что называется, влипли. Один кандидат немного сумасшедший и даже пугает. А другой, мы не уверены, что он поддерживает простых людей. Мне ни один не нравится, поэтому буду голосовать неохотно. Думаю, много французов именно в таком положении. Отдать свои голоса за Макрона избиратели призвали все остальные кандидаты. Его поддержку накануне высказались немало западных политиков. И действующий президент уверяет, Макрон победит. Миру интересно, что будет дальше с Францией. Она собирается придерживаться истории, славного прошлого или идти на дно. Я обнадеживаю коллег, и Франция подаст миру сигнал. Тем временем активисты Greenpeace вывесили на Эйфелевой башне плакат с призывом не голосовать за Леопен. И напомнили о свободе и равенстве. Ценностях, которые страна в случае ее победы может потерять. Елена Абрамович. Подробности. Телеканал Интер.